Один из движений Ультрас в прошлом, другой активный участник движения Ультрас в настоящем. Из Лестери, что там хорошего? Ничего. Там 0,4, да? Все остальные люди, которые не футболисты, это все постояли с этого паба. Как это? Магазин Берьезка всегда открыт. Пойдемте. Сегодня в Глазго целый день шел дождь. Но он совсем недавно закончился, зато потеплее. Центральный Глазго, парадный Глазго выглядит вот так. Но мы вчера ходили по таким промышленным зонам, недалеко от Айбракса. Там, конечно, все значительно более мрачно. А тут вот еще, видите, стоит памятник Веллентону, победителю Наполеона при Ватерлоу. А ему на голову уже много лет надевают вот такую штуку. Сперва хулиганы надевали, а сейчас почти официальные. Говорят, что Сеня сказал, что это символ Глазго. Вот такие дела. Шутники. Мы билеты нашли на Олфамдерби. По крайней мере, два человека из нас на матч попадут. Глазго. Глазго с маслом. Сеня, а что это за река, Сеня? Клайд. Клайд? Жень, ты знаешь, тут вопрос к тебе в комментариях, как ни странно. Читаю. Владимир спрашивает меня. В третьем выпуске ваш оператор говорил, что снимает на А6300. Они могли бы уточнить модель объектива. Китовый объектив 18-135. Профи? Нет. Грин Парк. Здесь когда-то первые матчи проводили футболисты Рейнджерс. В то время, когда даже, собственно, Селтик еще не существовало. Сейчас здесь футбольный центр. Ну, а мы ждем. С нами пообещали встретиться болельщики Рейнджерс. Проблема в том, что один из движений Ультрас в прошлом, другой активный участник движения Ультрас в настоящем. Поэтому они встретятся и показать, что к чему готовы. А вот общаться на камеру не очень настроено. Но попробуем его говорить. Так будет, конечно, значительно круче. Сейчас Руслан ведет непростые переговоры. Руслан, ты ведешь непростые переговоры? Мы пока тут обсуждаем твиттер на поле. Даша присоединяется к нам. Дурия Кунарбаева приехала. Как там в Лондонах ваших? В Лондонах? Понятен, я из Лестера приехала. Из Лестера? И что там хорошего? Ничего. Там 0,4, да? Ничего хорошего. Ничего хорошего. Пойдемте работать. Ну, мы договорились. Ребята согласились. Мы взяли Дашу, чтобы она переводила. Руслан говорит, что он шотландский акцент не понимает. Главное, чтобы они не оказались сейчас такими-нибудь ядерными спецификами. Сказали, а мы не договаривались, что тут будет женщина. Почему ты не идешь варить борщ? В борщ. Если бы они разговаривали на татарском акценте, я бы тоже не понял. Ну, пойдем, пойдем. Ребята Женя и Сеня пойдут сейчас к стадиону Селтика там поснимаем. А мы вот, значит, сюда. Мы идем. Пап. Даша с нами. Говорят, какой-то прям главный пап болельщиков Рейнджерс. Причем, судя по всему, стадион Селтика тут не так далеко. Да, он максимально близкий. Поэтому, ну, при этом мы оставили всех людей, у которых есть что-то зеленое в одежде отдельно. Оставили исключительно в синем. Но я вам сейчас не покажу этих болельщиков, потому что мы обещали им лица размыть. Так что потом в планете футбола обязательно смотрите. Но не исключено, что что-то такое мы сильно эксклюзивное снимем. Говорят, смотри, вот как они себе позволяют ходить тут зеленый человечек на переходе. Они, может быть, только на красный ходят? Самое странное, что вот стадион. Стадион здесь. Вот справа. Вот с холма, его прям очень видно. Интересно. Вон вдали. Там видно флаги висят. Шотландские, английские. Вот сюда вот мы идем. Сейчас интервью с болельщиками Рейнджерс. Потом у нас интервью с болельщиками Селтика. Тоже с такими активными. Вот этот Бристоль? Понятно. Хардкор-паб. Болельщиков Глазго Рейнджерс. Не помнишь? Не помнишь? Смотри. Вот, пожалуйста, на Валерия Кузьмича. Да, и королева тоже здесь есть. А знаешь, что здесь интереснее? Что вот это тут есть, какие-то динаменистые футболисты Рейнджерс. Где-то в толпе. Мы их никогда в жизни не узнаем. Но что интереснее, все остальные люди, которые не футболисты, вот там нарисованы мелким шрифтом, это все постояльцы этого паба. Да, это настоящий паб. Причем ребята, с которыми мы говорили, они сказали, что они пьют недостаточно здесь, чтобы их нанесли сюда. Я думаю, ты печень, ты печень должен предоставить. Да, то у нас сколько. Я не пафф-пафф с ирландской музыкой. Мы закончили на сегодня работе. Вот магазин Березка. Там надо заканчивать, мне кажется. Заканчивать делать что? Березки? Заканчивать день. День больших интервью. Болельщики Рейнджерс, правда, пришлось со спины снимать. Болельщики Селтика, завтра еще болельщики. Расскажи на себя, кто тебе больше понравился? Болельщики Рейнджерс или Селтик? Да и те, и другие достаточно контактные. Никого. Больше я не понимал никого. Я пошла в Березку. В Березку, все. Мне интересно, что там продаются в Ланге. Там закрыто. Как это? Магазин Березка всегда открыт. Пойдемте. Sorry, I'm not in service. Я вот сейчас попаду под автобус. Не переходите так, как я дорогу никогда. Давай в магазин Березка. Я открыт, друзья. Открыто? Я сейчас открыт, все есть. Баклажаны. Что там? Баклажаны. 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 Купить все отечественное. И я купила килограмм пшена. Пшена? Кашу варила? Да, я варила кашу, но потом я месяц не могла придумать, что делать с этим пшеном. Но вот просто как патриотизм включился, что пшено. А так видите, все есть. Оливье можно приготовить. Геркулес. Самая большая история, творожные сырки, горок и пельмени. Гречка. И гречка. Я когда был в Бразилии, целый месяц я позвонил маме и сказал ей, что хочу борща, рюмочку водки, селедки, черный хлеб. Вобла. Yes. Yes. Ну что, на этой оптимистической ноте, до курки, на этой патриотической ноте, оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодняшний рабочий день. Да.